Сегодня, 29 сентября, избранный президент Беларуси Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Албании. Казалось бы, где Албания, а где Беларусь? И почему так важно ехать именно в Албанию, именно сейчас? Объясняю, все довольно просто. Дело в том, что Албания сейчас входит в руководящую тройку АБСЕ. И во время визита Тихановская как раз и будет разбираться и обсуждаться вовлеченность АБСЕ в белорусский кризис и предстоящее участие Албании в Совете Безопасности ООН. Надо сказать, что в сентябре Светлана Тихановская уже обсуждала белорусский кризис с премьер-министром Албании во время участия в стратегическом форуме в Словении. И уже, собственно говоря, встречалась со всем руководством этой страны. Но тогда еще Албания не занимала той должности, которую она занимает сейчас. Не входила в тройку, сейчас она в нее вошла. И, соответственно, очень важно, чтобы как минимум один из лидеров тройки был полностью вовлечен в происходящее, в борьбу белорусского народа против самозванца, против незаконной хунты, за демократию, за прогресс. Я думаю, что своих целей Светлана Тихановская в Албании достигла. И если переговоры продлятся до сегодняшнего вечера, абсолютно однозначно, что она их достигнет. Почему? Потому что уже хотя бы потому, что ее принимают на высшем уровне. Посмотрите, с ней встречаются те, кто Лукашенко не то что не подадут руку, они с ним в одно здание не зайдут. Я бы сказал, более некультурно, но нельзя. Так вот, она встречается сегодня с премьер-министром Албании, с министром иностранных дел Албании. А вот с гражданином Лукашенко никто из них не станет встречаться. Никогда в жизни. Это абсолютно очевидно. Соответственно, вот этот визит, он имеет статус официального. И, кстати, я не очень понимаю, а вот что делают посольства Лукашенко. Они же не являются посольствами Беларуси, они являются посольствами Лукашенко. Что вся эта публика, так называемые дипломаты, делают в других странах, если их никто не признает. А их действительно никто не признает. Признают Тихановскую? Тихановскую признают во всем мире. Посмотрите. Лукашенко условно признают на России, по-моему, в Мьянме и Венесуэле. По-моему, в Ануату. Но в Ануату я всегда там делать надо скидку на то, что если не пополнил премьер-министру счет на телефоне, он тебя уже признавать не будет. Там отдельная ситуация. А так, в принципе, конечно, Лукашенко признает только несколько мировых изгоев-упырей, а вот Тихановскую признает весь мир. И абсолютно очевидно, кто является законоизбранным президентом Беларуси. Ну, пожелаем Светлане Тихановской успехов в Албании, как и успехов во всех ее остальных делах по освобождению Беларуси от банды самозванца и узурпатора. Продолжение следует... Продолжение следует...